Радиостанция Русскому радио! Ура, друзья! Премию победителю вручает человек, который так же, как и русское радио, дарит нам горячие музыкальные хиты. Но эта девушка знает, как куется настоящее железо. Создает эксклюзивные кованые изделия и украшения. Член Евразийского художественного союза, генеральный директор компании Art Design, лауреат премии Созидатель. Лауреат премии «Мама года» Юлия Колганова вместе с дочерью юной актрисы Софьей Колгановой. Встречайте, друзья! Ну а премию получают ведущие главного утреннего шоу страны «Русские перцы»! На «Русском радио» Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов. Ваши аплодисменты, друзья! «Русское радио» — самая любимая русскоязычная радиостанция по данным ЦИОМ, которую слушают миллионы людей по всему миру. В эфире «Русского радио» звучат только любимые песни на русском языке. Станция, как охватная СМИ, осознает свою ответственность и стремится всегда поддерживать своих слушателей, а также воплощать и развивать важные социальные инициативы. На протяжении всего своего существования «Русское радио» поддерживает русскоязычную культуру и музыку, занимая активную патриотическую позицию. Станция неоднократно проводила концерты в честь Дня города и Дня России, а также концерты в горячих точках в Сирии и на Донбассе. В 2022 году радиостанция запустила Всероссийский патриотический марафон агитбригады «Русского радио», в рамках которого звезды выступают в воинских частях и на прифронтовых территориях и доставляют туда гуманитарную помощь. «Русские перцы» Все, руки чешутся уже забрать у вас ее. Добрый вечер! Очень волнительно стоять, конечно же, на самой главной сцене нашей страны и получать такую престижную награду, потому что для нас это большая честь, так как это голосовали вы, вы голосовали сердцем, значит, вы нас любите. Для нас это самая большая оценка ваше признание. Спасибо большое и слушайте, конечно, «Русское радио», но и «Русских перцев» по утрам. Соместите, пожалуйста, правую руку облевую. Так хочется аплодисменты послушать, честно. Дайте шума, Кремль, а мы запишем это для того, чтобы прямо завтра взять и передать в прямом эфире. Три! Подождите, подождите, многоуважаемые дамы и господа. Три, четыре. Это «Русское радио», это «Кремль», а это ваши аплодисменты. А это наши многоуважаемые вручанты. Пожалуйста. Наши лучшие «Русское радио» и «Русские перцы». Поздравляем вас! Ура! С Новым годом! Россия! Скажи, что самое... Какое самое любимое у нас радио? «Русское радио!» Все будет хорошо! Спасибо, дорогие! Друзья, поздравляем! Мы вас слушаем, правда, мы вас очень любим. И спасибо, что вы с нами. Ура! 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 Мы просто слушаем, любим, иногда даже приходим в программу «Русские перцы». Я считаю, что «Русское радио» — это прежде всего не радиостанция, это друг для каждого нашего слушателя. Должен быть у нас такой человек, который всегда поддержит, который всегда скажет, что все будет хорошо, несмотря ни на что. И этот человек — это Дима, чтобы вы понимали. Он каждое утро просыпается и говорит, чтобы у всех было хорошее настроение. Все 125 миллионов человек или 140, или 180. Их 8 миллиардов. 8 миллиардов. Все население Земли вещаем. Вот, поэтому если относиться ко всем, как, грубо говоря, к своим близким, то это и есть залог популярности, залог народного выбора и залог хорошего настроения. Я считаю, что к нам недавно пришла, ну, какая-то новая интеллектуальная аудитория. Люди, которым интересны небанальные темы, люди, которые с удовольствием, с юмором относятся и к ситуациям, и к самим себе. И это значит, что мы выходим на какой-то вообще запредельный уровень сейчас. Да, вот буквально сейчас мы хотим составить конкуренцию программе «Что, где, когда», потому что интеллектуальные люди нас слушают. Русское радио — это и есть любовь. Мы ее изучаем в каждой ноте нашей песни, потому что мы играем ту музыку, которую любят наши слушатели. Обычно после этого мы начинаем целоваться, но поскольку нас трое, думаю, не надо.